Моя коллега Ольга Бондаренко начала вести своего рода проект. Она фотографирует пенсионеров европейских. Как они, а у них такое отношение к жизни. Я отработал всю жизнь, а теперь мне на все плевать. Впечатление полной оторванности от каких-либо забот. И мне, конечно, сейчас начнут писать. Да, это в разных странах начнут перечислять страны, которые к Европе отношение имеют опосредованное. Но на самом деле вот так вот оно и происходит. В отличии от Украины. И я сейчас даже не говорю о территориях, о которых принято называть оккупированными. И не на оккупированных территориях пенсионеры живут как животные. А вот на оккупированных там вообще. Мы продолжаем выплачивать наши пенсии. Когда-нибудь, возможно, мы опубликуем этот проектик по пенсионерам Европы. Очень интересно, я вам доложу, очень. Господи, богословение, Боже. И тебе тоже. Пятница моя, имя. Мамка назвала меня Пятница. Да, меня Пятница. Обязательно. Как родилась я сразу Пятница. Да, ушла рано мама. В 40 лет. Да. Отец сказал, я жить без нее не буду. Слег с печки. И тут тоже ушел сразу за мамкой. Сестер четыре у меня. Я пятая. Пенча у меня без четырех рублей тысячу. Плохо мне было и есть. Но я терплю. Я многим не хочу никогда. Людям свои вот эти переживания нет. У меня нет желания для этого. А я как-то отхожу от этого. И вот видела это, я все одна топаю. Да. Ой, Боже мой, как хорошо. Боже милый. Есть люди. Что люди? И вот какие. И где же это люди живут? Господи. Ну и теперь, собственно, по скриптуму. Я уже рассказывал. Причем не один раз рассказывал. Но по всей видимости, приходят какие-то новые люди. И они не в курсах о правилах, которые здесь есть. Мне начали писать. Зачем мне тут бабушки? Мне это неинтересно. Я подписывался для того, чтобы. Другой пишет. Да что там это? Да я подписался для того, чтобы. Дружище, ты мог подписаться для чего угодно. Если ты хотел в цирк, то билеты, блять, продаются вон там. Здесь мой личный блог. Здесь будет публиковаться то, что интересно мне, а не тебе. Ты мне деньги не платил. Поэтому я обращаюсь к 0,1% носорогов. Вот которые приходят сюда и начинают здесь, забросив свои копыта на стол, рассказывать, что они хотят здесь увидеть. Или чего они здесь не хотят увидеть. 99,9% адекватных людей. Я вас прошу. Объясняйте вот таким вот дегенератам, что здесь будет делаться то, что здесь всегда и делалось. А на заказ они пусть пойдут в пивнуху. Просить, чтобы им ослиной мочи поднесли. Я надеюсь, что я сказал на понятном языке. На понятном для тех, кто любит забросить свои грязные копыта на стол, что-то заказывать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!